Субтитры делал DimaTorzok Дождик продолжает идти и впереди тоже дождь. Нам еще предстоит пройти около 10 километров до ручья, около которого запланирована остановка. Через 4 километра будет река Ужива с мостиком через нее. Впереди показывается некий залив. Предположительно, это и есть устье речки Ужива. Следы машин. Здесь должен быть мост через реку. Мост через речку Ужива. Река такая, что по ней можно на лодке идти. Там море видно. На другом берегу трейлер, похоже, с магазином. Вот так мы перешли речку Уживу. Вот. Сбитые сливки смешался хером. А как? Сбитые сливки были? Волонах, а я... А, это типа Чиба. Слева река Ужива. Вот она там, в низинке. Даже чем-то напомнила обстановку на Рудупе. Вот в этой дороге нам идти около трех километров и еще трех километров снова по берегу до ручья, около которого у нас запланирована ночевка. Какой-то Мэдалу Страус. Почтише Страус. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, впереди показались деревья, характерные тому, когда в море распадают ручьи. Но это, наверное, точно он, этот, как его, медовый страус. Не медовый страус, а медовый страус. Ну, в общем, страус медовый. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня третий день похода. Я стою на холме около нашего лагеря, недалеко от нашего лагеря. До Венспласса около 14, по GPS даже 13 километров до Мала. Продолжение следует... 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 Вот такая дорога с вертым полотном, а ресурс позади мы кидаем в темную зону, и дорога ведет в сторону Веспаса. Акация, акация, старинная советская бетонная дорога. Остатки береговой батареи советской армии около Веспаса. Вот так они сейчас выглядят. Вот так. Акация, 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 акация. И дальше у нас раскрывается еще и еще оборудийной площадки с креплениями. Лес вскопан, будто бы здесь что-то искали. И, похоже, цветной металл. Бункер около родинной площадки. И, похоже, цветной металл. 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 И, похоже, цветной металл.